Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость из сегодняшнего Разворота, активист или активистка, кстати, кому как больше нравится окружающей среды, и по совместительству советница министра экономики Латвии по вопросам общественных отношений Беата Юнита. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, Беата. С Беатой мы договорились, что мы будем общаться на «ты», мы уже знакомы, в принципе, одного поколения люди, поэтому нам так, наверное, будет проще. По какому поводу? Мы разные темы сегодня обсудим. Начнем вот с этой вот Гретта Мани, пожалуй. То, что происходит после того, как на Генеральной Ассамблее ООН пару недель назад выступила шведская эко-активистка Гретта Тунберг, 16-летняя, и после этого мир сошел с ума. И разделился как минимум на два лагеря, и Латвию это тоже не обошло, как можно судить по социальным сетям и вообще комментариям в публичном пространстве. Если коротко, если кто-то, что называется, был в танке и не знает, то да, Гретта 16-летняя активистка, она выступила на Генеральной Ассамблее ООН, в принципе, она до этого уже была известна своими акциями. И вот она выступила с очень эмоциональной речью, в которой, опять же, если очень коротко, то объявила мировых политиков в предательстве, в том, что они не уделяют должного внимания, не выполняют свои обещания по теме глобального потепления, окружающей среды и прочего. И после этого, ну, все, наверное, прокомментировали это ее выступление, вплоть до мировых лидеров, Франции, России, Америки, все. И, да, удивительно было то, что были такие очень радикальные комментарии по этому поводу. Одни просто с пеной у рта заступались за Гретту и, значит, готовы были подписаться под каждым ее словом, а другие, ну, обвиняли ее там в самых разных вещах, кучу претензий высказывали, о них мы тоже, кстати, поговорим. Ну, наверное, не стоит гадать, что ты поддерживаешь все-таки девочку. Я бы не могла сказать, что я по прямую как бы поддерживаю, я поддерживаю ее как символа этому, но я уже тоже, когда были выборы Европейского парламента, были несколько дебат до того, как она еще стала настолько громким персонажем. И уже тогда, вот особенно, когда были дебаты с молодежью, со студентами, они многие задавали вопрос, какое ваше мнение, и я всегда говорила одно и то же, что я считаю, что мне даже жалко, чтобы для того, чтобы начали, наконец, политики и вообще сообщество, люди думать о проблемах климата, себя должна была этому пожертвовать маленькая девочка. Я просто, я вижу, что она, в принципе, символ для этого, но мне кажется, что для нее это, возможно, не настолько хорошо для самой, как для других, кто уже теперь, когда она стала настолько популярной, и они ее, можно сказать, даже, может быть, используют. Но все-таки я согласна с тем, что она несет, что она говорит, просто, конечно, она не занимается наукой, она просто символ этого движения, но с этим я согласна, и я считаю, что, ну, Европейский Союз особенно очень, как бы, и так уже делал все, связанное с ее советами и тоже, за что она стоит, так что я думаю, что мы тут на хорошей стороне, и, ну да, и на нас, может быть, она не настолько злится, насколько на, скажем, США. Да, на нас, на Европейский Союз в смысле? Да, да. А, то есть, ну, в принципе, она из Швеции, и как принято считать, что она, ну, в первую очередь, в Швеции тоже обращается в этом смысле? Конечно, везде можно поострее работать и побыстрее, но смотря на то, насколько амбициозные планы Европейского Союза с этим Clean Planet for All, на 50-й год уже совершенно планирована климатонейтральная политика, я считаю, что, ну, до 50-го года не так много осталось, только 30 лет, в принципе, и это очень быстрый период времени, когда надо много что поменять, и я действительно думаю, что на данный момент этого, как бы, достаточно, но, конечно, тут каждая индивидуальная сторона должна на это работать, и надо обучать сообщество о том, что это необходимо, что это правильно, что это именно то, куда нам двигаться, потому что в Латвии это особенно проблема, потому что люди не верят, не понимают, столько много, вот это, ты тоже с Гретой, я вижу столько взрослых, особенно мужчин, которые на эту девочку в Фейсбуке, просто какие-то громкие комментарии. Ну вот я хотел спросить, откуда такой резонанс и вот столько негатива, как тебе кажется? Может быть, это что-то, какие-то личные проблемы у этих людей, которые настолько против нее стоят. Я думаю, это недостаток веры, но я думаю, что тоже, скорее всего, большая часть этих людей видит ее, как кого-то, за кем прячутся, может быть, люди, которые побогаче, с большим влиянием. Что она марионетка. Ну, скажем, да, я думаю, что это, как бы, самое-самое главное, что за этим стоит. Но мое мнение очень такое, как бы, со стороны, что она привлекла внимание очень большой части сообщества к этой проблеме, к изменениям климата, что это никакие не новости. Уже с 70-х лет, конец 60-х, мне кажется, уже были первые такие сигналы от научного сообщества, что надо начинать об этом думать. Но вот сейчас, вот именно 2018 год, 2019, были такие поворотные благодаря этой одной девочке. Я думаю, что это очень хорошо. И да, она себе уже создала много, скажем, врагов, таких людей, которые с ней не согласны, но много молодежи, которых, может быть, вообще до того не интересовала ни политика, ни что происходит, ни климат. Они действительно ее слушают, и, может быть, даже если там они не станут в будущем, не знаю, премьер-министрами все, но они в своей ежедневной жизни сделают какие-то перемены, чтобы жить более дружно для среды и делать как-то, все делать по-другому. То есть, ее символический призыв и все эти символические акции, которые подхватили другие, вот, ею вдохновленные, они могут привести, ты считаешь, к реальным изменениям, то есть, что политики услышат это, что это такое своеобразное лобби произойдет? Я думаю, что это просто должно произойти, потому что, когда люди хотят что-то, и это большое количество людей, тогда политики все-таки это слуги народа, и они должны... Но это в идеальном мире, ты сейчас говоришь. Но все равно, я считаю, что даже не то, что в идеальном мире, но я, поскольку сейчас сама нахожусь как бы в правительстве, скажем, я человек, который в этом всем работает, и я вижу, что если раньше об этом не говорили вообще, сейчас постоянно министры экономики приглашают на разные конференции, связанные со средой, сейчас разрабатывается план энергетики климата на 30-й год, и столько разного, то есть, это действительно тема, о которой уже разговаривают, и такое давление сообщества, оно заставляет все-таки, может быть, еще более амбициозно ставить эти цели, чем они поставлены были, может быть, 2-3 года назад. Просто потому что этот вопрос, он зашел в такой глобальный диалог, все об этом сейчас говорят. До того просто тишина была. Я помню, я уже считала себя таким активистом среды, не знаю, 6 лет назад, может быть, вообще в Ютубе особенно, где я в тот момент обитала, я была одна из единственных таких людей, это был очень маленький кружок, и я могу сама сказать, что много людей, которые со мной в то время были, что многие стали после того там веганами и начали больше думать, что они покупают и так далее. Теперь это уже почти каждый человек, который из молодежи, скажем, это уже не что-то настолько маленькое и узкое. Ну, среди претензий, вот я так выписал, основные, то есть то, что ее используют, но мы это уже обсудили, вот некоторые считают, что ее используют левые, ну, политически левые ориентированные предприниматели, там, вплоть до Сороса и так далее. Это одна из претензий. Другие говорят, что она призывает к слишком радикальным действиям, не так, как в демократическом мире принята многоступенчатая какая-то система, она предлагает вот прямо сейчас что-то взять и изменить, и это похоже больше на популизм какой-то. Вот, и в-третьих, ну, это уже такой самый, наверное, как сказать, неаргументированный поток, но о том, что она лицемерит, и вообще вот она якобы самолетом не летает, но на яхте приплыла, а яхта, это, в принципе, там, немногим лучше. Но, насколько я знаю, ее яхта была какая-то особо там зеленая, с зелеными топливами, я что-то такое читала, по крайней мере. Ну, вот что, на эти все претензии это тоже… Не, ну, вот про то, что это очень радикально, да, то, что она говорит, это для кого-то может быть радикально, но это не значит, что политики на это настолько радикально будут и реагировать, потому что, если бы она это говорила через цветочки, спокойно-спокойно, она бы никогда не создала такой кипиш об этом. Так что у нее есть все права быть радикальной персоной и говорить, может быть, более остро, чем другие, но это и может больше резонанс создать, как бы, чем, если бы она этого не делала. И, в конце концов, я считаю, что любое, что делают политики, это все-таки сообщество должно двигать вперед, и ни один политик, который в мире есть, ну, в странах, где все-таки парламентарная демократия, они не всесильные, они не могут, не может один политик встать и сказать, я сейчас поменяю весь мир, мы тут поменяем всю политику, сейчас, прямо сегодня, не знаю, все наши планы, цели, все изменим, и будем жить зелено. Это все-таки должно быть давление на много разных партий, много разных движений, и те же националисты, и левая, и правая, и все стороны, чтобы вместе прийти к какому-то консенсусу, это все равно будет происходить медленно. Просто теперь есть какой-то рывок у этого движения, и есть больше мотивация что-то пытаться делать. Нам можно позвонить по телефону 672-12-93-9 или написать в WhatsApp сообщение по телефону 230-6191. А впервые Грета о себе заявила в 2018 году, когда она стала устраивать одиночные сначала эти пикеты по пятницам, они назывались Fridays for Future, если не ошибаюсь, и затем они тоже перекинулись, когда уже Грета стала популярна, перекинулись на другие страны, в том числе к нам. У нас 15 марта, если не ошибаюсь, вот с тобой в том числе прошла эта акция, которая заявлялась, кстати, как самая массовая, ну, и вот я не помню, была ли она самой массовой в итоге. Мне кажется, что просто та акция, которая была пару недель назад, была настолько холодно на улице, что, по-моему, там просто было меньше людей, потому что многие не пришли. А что это такое, расскажи, вот тем, кто не знает Fridays for Future. Да, в принципе, почему Fridays, потому что Грета именно по пятницам не шла, значит, в школу, ее этот месседж был такой, что зачем ей идти в школу и учиться, если у нее нет будущего, которому учиться. И второе было то, что в школе учат науки, но ту же самую науку в будущем никто не слушает. То есть это были два ее, как бы, главных таких зывка. И эти акции, они начали происходить, когда люди о ней узнали. И, в принципе, это как такие климатные стрейки, где просто миллионы людей по всем городам в один и тот же день шли просто в поход климатный. Мы в Риге это конкретно шли мимо кабинета министров, мимо Сейма. Германский сад. В принципе, демонстрация такая, где просто... И там в основном, честно говоря, была молодежь, даже, может быть, школьники. Ну, 90% там, мне кажется. Да, большая часть, да. И просто за свои права пытались постоять, потому что именно это поколение будет то, которое на себе эти климатные перемены больше всего будет чувствовать. И я, в том числе, человек из этого поколения, ты тоже. Как бы, очень часто мы вообще не думаем дальше, чем 50-й год, например. Нам еще, может быть, надо будет дожить до 80-го, и уже не знаем, что тогда будет. Но как тебе кажется, вот эти школьники, которые пришли, они все-таки за идею? Ну, про каждого, естественно, сложно сказать, но в целом. Или, я вене, как бы for fun немножко. То есть есть какая-то такая тусовка сейчас, это очень популярно, такая волна. Или это действительно идейные люди, которые продолжают? Ну, я не знаю, конечно. Мне бы хотелось думать, что большая часть идейные люди, но даже если что-то такое становится таким мейнстримом, это не самое худшее, чему стать мейнстримом. Курить и тусоваться хуже, когда это становится мейнстримом. Так что даже если не за идею, даже люди, которые просто там были для тусовки, сделали эту массу, и это эту идею усилило. Давай попробуем звонок принять. Вот там звонят, выслушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста. По поводу выступления у нас в стране, да? Почему школьники? Ну, кто не захочет прогулять уроки? Вы знаете, если бы сказали, что не идите на работу, да? Ну, так за рабочий день не заплатят. Вот и все. Конечно, тусовка. Не больше. Поняли вас, спасибо. Сразу еще один звонок примем. А теперь вас слушаем. Добрый день. Добрый. У меня такой конкретный вопрос. Какого результата ожидает эта организация получить? Окей, спасибо. Ну, под организацией, наверное, движение имеется в виду. Да, но я никакой не лидер этой организации, так что я действительно не могу сказать. Ну, какая-то конкретика. Люди, наверное, хотят только конкретики. Есть какая-то? Конкретика. Единственное, что я могу сказать, это просто заставить, мотивировать своих политиков все-таки думать об этом, говорить об этом, действовать в каком-то способе. Например, у нас, даже наш личный климатный план, я не скажу, что как часть этой организации, но на 30-й год у нас уже цель 50% обновляемые энергоресурсы. Это тоже то, что мы повысили эту цель с бывших, не знаю, 45%, это уже что-то хорошее. И все-таки в каком-то смысле может быть вот это то, что об этом климате говорят, я не говорю, что это только Грета, но в целом. Это поменяло вот этот вот план. А то, что школьники, я уже до того говорила, почему Грета как школьник не шла по пятницам в школу. И да, может быть, они прогуляли школу, но если они там были ради какой-то конкретной цели тогда, я думаю, что прогулять один день школы, ну ничего там страшного, за один день никто особо не опоздал. И я все-таки считаю, что это больше, чем только тусовка. Я не знаю, помнишь ли ты, в 2009 году случилась такая вещь, как Климат Гейт, когда утекли, там очень такая мутная немножко ситуация была, но якобы утекла переписка климатологов из университета Восточной Англии, из которой вытекало, опять же, там разные были мнения в итоге, нет одного единого по поводу этой переписки. Но якобы они свидетельствовали о том, что климатологи как-то подтасовывали все-таки факты, завышали эту проблему климата из каких-то корыстных целей. Но все это привело к возникновению большого количества скептиков, и многие, кстати, считают, что Дональд Трамп, который тогда еще, естественно, не был президентом, но он тогда вот тоже свои выводы сделал и от этой темы на него очень посмотрел. Вопрос в чем? Ты допускаешь ли ты, думал ли ты об этом, о том, что действительно все-таки тема эта во многом прибыльная, если так прямо говорить, и есть там вот этот вот элемент какого-то подтасовывания? Не, ну, если мы смотрим, например, на обновляемые энергоресурсы, это должна быть прибыльная тема, потому что это нельзя развивать, если эти фирмы, которые это разрабатывают, не работают в тыргу, как бы на рынке, и не получают вот это какой-то доход, естественно. Я совершенно допускаю то, что это может быть какой-то лобби, но в целом, если смотреть на большую картинку, как я уже говорила, уже в 70-х годах были изначальные исследования, которые потом пытались прятать, потом очень много дезинформации распространяли, и мы на данный момент вообще живем в мире, где очень много дезинформации. У каждого научного исследования есть исследование, которое говорит совершенно противоположное. И очень тяжело понять, чему верить. Так что, наверное, это такой философический вопрос, что мы каждый выбираем, чему верить. Я все-таки считаю, что смотря на то, как меняется количество рифов, планктона, например, в океанах, что действительно, правда, это все уменьшается, за последние 40 лет вымерло уже 60% всей жизни на планете Земля, что не считается человек, но животное. 60% животных за 40 лет – это очень много. И если это не показывает на то, что мы живем в какого-то вида кризисе, тогда что показывает? Например, в связи с океанами, планктон – это именно то, что делает большую часть кислорода. Это не Амазон, как бы, леса, а именно планктон. Если мы будем засорять наш океан, если там будет плавать куча пластмассы, которая не будет допускать кислород, чтобы он доходил до туда и другие газы, будет плохо. И мне все-таки хочется смотреть на то, что будущее может быть зеленее. И, как я сказала, да, прибыль, это, естественно, кому-то будет делать, кто будет самым первым, самым умным, быстрее всего будет придумать инновации, технологии. Но это и способ сделать новые рабочие места. В Латвии, например, есть гигантский потенциал, например, открывать какого-то вида заводы, где делают, например, пропеллеры для ветровых станций, или просто развивать технологии эти. Мы можем для себя много этим заработать. Если мы будем больше все-таки денег вкладывать в инновации, в технологии, тогда мы потом можем больше получить себе, чтобы платить пенсионерам, учителям и врачам. Так что это все может очень хорошо, в конце концов, получиться, потому что это сейчас актуально, и всем странам это необходимо. Да, очень хотят высказаться радиослушателей. Давай еще выслушаем. Слушаем вас теперь. Добрый день. Сначала малюсенькая ремарочка. Это приплога в Нью-Йорк на яхте, которая построена из сложных композитных материалов, якобы экологичных, на производство, на которое уходит гораздо больше грязи, чем на обычные. Это так, к слову. Я просто в курсе. Да. Дальше. Надо отделять мух от котлет. В 50-е и 60-е годы уже было явно, что будет с землей и солнечной системой. Советские геофизики на стол Косыгину, председателю Совета Министров, положили папку с предложением того, что будет. Нет, сейчас мы в этом всем находимся. Это резкое увеличение энергии, поступающей в Солнечную систему. Все нормальные астрофизики четко знают, почему Солнце разогревается. И это приводит к резкому разогреву всех планет Солнечной системы, не только Земли. Это следующее. Дальше. Все эти девочки и прочие ребята... Кстати, там была одна шведка, которая уже призывает есть человеческих детей на полном серьезе. Этот ролик есть в интернете. Да, так вот. Эти все девочки, они являются орудием в руках тех, кто решил кое-что серьезное сделать с планеты. Это называется геоинженеринг. Главный инструмент в геоинженеринге, то есть преобразование Земли как таковой вместе с атмосферой, является химиотрасса. И это не конспирология, а это суровая реальность. В 2001 году, 2 октября, сенатор американский Кучинич сделал предложение, то есть внес законопроект о запрещении экзотических видов оружия. В этом документе черным по белому написано. Семьотрассы, которые мы, кстати, наблюдаем над головой ежедневно. Вот с чем надо... Да, простите. Спасибо вам большое. Просто, ну, должны дать возможность высказаться и другим. Ну, в принципе, классические комментарии с того лагеря. Да, довольно. Вот. Сейчас прервемся ненадолго, небольшая пауза и вернемся через минуту. Продолжаем разворот. У нас в гостях активист окружающей среды, советница министра экономики Латвии по вопросам общественных отношений Беата Юните. Мы говорим об экологии. Вот у Грети Тумберг всю прошлую часть поговорили. В принципе, если говорить о Латвии, ты в правительстве сейчас работаешь, можешь наблюдать это напрямую. Насколько у нас актуально, насколько у нас вообще что-то в этом смысле происходит в плане экологии? Происходит очень много, но, конечно, это актуально, это актуально везде в Европе. У нас это, по большому счету, актуально, именно потому, что на нас давят европейские стандарты, которые мы просто должны... за которыми мы должны следить, и вещи, которые мы просто обязаны, как часть Евросоюза, исполнять. Но у нас одна из самых таких больших проблем это то, что люди не понимают, что это такое и почему это необходимо. Даже такие элементарные вещи, как, например, ветер, ветровая энергия для Латвии, это самый, наверное, лучший способ, гигантские турбины, ветра, это самый лучший способ, как вообще нам стать энергетически независимыми от России, например, что все-таки это своего вида опасность. Но у нас есть целое сообщество людей, которые протестуют против этого, которые говорят, что это будет убивать птицы, и то, и все, и звук, и все остальное. И вот именно сейчас, по-моему, самая главная работа, которую надо делать, это образование людей, чтобы они понимали, что вот такая обновляемая энергия, это хорошо, это неплохо, и как бы это для Латвии только безопаснее и лучше. Но у нас, конечно, сейчас разрабатывается, я уже до того говорил, план климата и энергетики, в нем есть цели, связанные с транспортом, о чем тоже надо будет очень скоро думать. Сейчас, как бы, к переходный период. Недавно министр экономики вышел с... поздневаемся. Ну, с сообщением, объявлением. С сообщением, да, что была встреча с людьми, которые с газом работают, и сейгаз, как бы, будет такой переходный шаг в транспорте, именно для особенно публичного транспорта. Но скоро надо будет, конечно, там через лет 20 больше думать о электромобилях, электротранспорте, например, в публичном секторе. Так что транспорт тоже, сколько био... Био, да, гвела? Ну, биотоплива. Биотоплива, замешение в топливе, как бы, например, в нашем, там, дизеле, об этом тоже говорят. Так что у нас это актуальная тема, как у страны Европейского Союза. Но я бы не сказала, что Латвия, Латвия – это самая плохая страна. Наоборот, мы сейчас по зелёности считаемся вторыми в Европейском Союзе. Я так понимаю, что это больше потому, что повезло. Это не результат действий. Это просто такой у нас край, и нам так повезло. Это тоже, но у нас и очень-очень большая, у нас теперь уже 39% обновляемые энергоресурсы. Именно по этой категории мы получаемся номер один, по-моему, насколько я понимаю, в Европе по статистике. Из-за КОЗ и всех остальных, скажем, схем, которые были разработаны ещё тогда и сейчас, которые мы пытаемся чинить и чистить, и над чем теперь работает Министерство экономики. Но у нас действительно по сравнению с другими странами в Европе очень хорошая ситуация. Про КОЗ мы ещё поговорим, да, отдельно. Недавно, кстати, ещё была такая история, что после ГРЭТа отреагировали депутаты Нацблока. Вот, можно сказать, коллег твоей партии. Ой, да, Твиттер был, конечно. Да, да, значит, Есселникс и Домброва отреагировали на сообщение на публикацию в журнале «Илустра это заинатное», в которой был такой призыв, но тоже просто там так интересно. Там была такая картинка, написано, продолжай как сейчас, езди на машине, ешь говяжьи стейки и рожай много детей, или сэкономишь 62 тонны СО2, езди на велосипеде, стань вегетарианцем и родит на одного ребёнка меньше. Ну, да, в нашей стране, конечно… Да, для Латвии этот призыв довольно странный, потому что у нас действительно проблемы с демографией всё-таки. Нас становится меньше и меньше, как бы это всем известно, но в целом комментарии этих двух политиков, ну, я комментировать даже не буду, потому что это выглядело очень инфантильно и смешно. Но при этом у нас получается, что… Ну, ты же состоишь в партии тоже, и партия, которую ты представляешь, она в коалиции с Нацблоком. И это не единственный такой микс, там вообще микс такой интересный очень. Да, сейчас коалиция, она очень интересная состава. Ну, мне интересно, а как вообще, даже если не широко говорить, а говорить о климате, как могут приниматься решения, если в одной команде работают очень влиятельные консерваторы, которые там в Сэме уже не первый созыв, да, и вот такие, ну, скажем, молодые, свежие, но более такие, ну, даже если не популистские, но такие более глобальные вопросы. Да, ну, это, естественно, сложно, и поэтому то, что я говорила уже до того, люди должны давить на свое правительство, чтобы они соглашались это делать, но именно по вопросам климата у нас есть цели Евросоюза, и мы будем платить очень большие штрафы, если мы эти цели не достигнем. За счет этого, независимо, какого блока ты политик, ну, в твоих интересах не есть терять деньги налогового платежика, чтобы потом платить штрафы. Наверное, лучше думать вперед, что-то новое создавать, зарабатывать больше денег на счету инноваций и технологий, чем терять и встать в какую-то позу и платить штрафы. Так что тут, я думаю, все, скорее всего, будут на одной стороне, но, в принципе, да, коалиция очень, состав у нее интересный, но на данный момент я бы сказала, что она работает очень стабильно, и в основном политики, у них получается согласиться на всякие разные темы, договориться. Ну, вот у меня еще такой вопрос. Ты тоже сказала, что очень хорошо, что Грета подтолкнула людей, политиков к тому, чтобы говорить об этом, но вот на латвийском примере можно видеть, что говорить и делать это очень как бы разные вещи, потому что у нас сейчас принимается бюджет, было очень много, ровно год назад состоялись выборы, 6 октября, было очень много обещаний, было очень много потом записано обещаний именно уже на законодательном уровне, в первую очередь, конечно, медицина и образование, это ежегодная история, и в этом году, ну, это уже доходит до смешного, то есть снова выходят с объявлением министра, говорят, что, ну, нет, все-таки не сможем повысить зарплаты, то есть даже в этих секторах, то есть врачи, когда ты слушаешь их публичной речи, может быть, тоже видела, да, глава стадии медсестер, с ними выступала эмоциональнейшими речами, посыл, которых такой, что, ну, если мы не будем вкладывать в медицину, то ничего остального не надо будет, ни дорог, потому что некому это будет использовать. Ну, вот тут тоже возникает вопрос, у нас есть вот такой список приоритетов, есть экология, ну, то есть если сюда не находят деньги, то куда они вообще уходят в таком случае? Они уходят, ну, денег просто всегда, никогда их не хватало, никогда их не будет для всего хватать, действительно для Латвии мое личное субъективное мнение, что мы, поскольку уже очень все-таки с проблемами экологии, мы уже одни из лидеров Европы, у нас есть другие вещи. У нас хорошие показатели. Да, у нас хорошие показатели, за счет этого нам все-таки надо, как в стране, в которой еще много куда расти, нам надо думать о более таких горящих приоритетах. Ну, то есть парадокс, вот, видишь, в твоих словах парадокс. Да, но я уже до того говорила, что мы уже делаем то, что для экологии надо, но нам не надо слишком много сейчас над этим работать, потому что мы уже достигли очень большую часть этих целей, которые другие европейские страны еще не достигли. Так что такие вещи, как врачи, учителя и тому подобное, для Латвии все-таки важнее, потому что мы, если бы мы были в совершенно критической ситуации с экологией, но мы не в критической ситуации, у нас есть, как у маленькой страны, на данный момент другие приоритеты, на которые деньги как бы тратятся. Еще вопрос такой. У нас есть партия, очень многолетняя, в названии которого есть слово «зеленые». А насколько эта партия «зеленая» вообще? Ну, сколько я с ними была на разных дебатах и никогда не видела, всегда были пластмассовые бутылки, у них один из пиар-материалов были пластмассовые бутылки, так что это уже как-то с юмором, но как бы это уже не очень зелено. Но я думаю, что, во-первых, это сам парадокс, то, что это «зеленые» и как бы христиане, это уже одно с другим особо не работает, но я бы не сказала, что это партия, которая очень «зеленую» идеологию двигает, но это тоже, опять, мое личное мнение, желаю им удачи. Просто вы тоже, партия КПВЛВ, которую ты представляешь, в принципе, в своей вот этой предвыборной истории очень сокрушалась по поводу «зеленых» и «крестьян», называя их там какой-то «тусовка олигархов» и так далее. В итоге все, приходится с ними работать? Ну, на данный момент мы в коалиции с ними не работаем, они в оппозиции, то, что я бы не сказала, что приходится с ними работать. Сейчас не выборы, как бы, и сейчас как бы все на данный момент спокойно. Но да, это партия в оппозиции, и они действительно, там очень много политиков, которые, скажем, такого старого... Толка. Да-да-да, в том-то и дело, да. Давай еще звонки, серию звонков примем, слушаем вас. Ну, я хочу сказать, что грешно пиариться на умолешенной. Да, спасибо, спасибо. Ты тоже распространен на комментарии. Давайте еще один примем. Добрый день. Давайте за свои слова вот ответим. Мне очень интересно, как это мы второе место в мире по зелености, я имею в виду Латвию, экологичность, и у нас не перерабатывается ни одна пластиковая бутылка, нет ни одной солнечной панели, ни на одной крыше, и мы на первом месте. Что это за очередная Ферра опять, да? Поняли. Нет, статистику вы действительно можете поискать, она есть, честно, я читала ее, по-моему, месяцев пять назад, так что я сейчас не помню, кто ее издал, но это официальная европейская статистика, так что по ней мы именно, у нас очень поднимает этот результат обновляемая энергия, но по переработке мусора мы как раз на одном из последних мест. Просто у нас там там очень много разных факторов, и по многим факторам мы сверху, но вот именно этот фактор, который вы сказали про пластику, по нему мы одни из худших. И я действительно считаю, что в Латвии это большая проблема, особенно то, что просто в Риге сейчас вообще с всем, что связано с мусором, гигантский скандал, и очень тяжело к чему-то прийти, но чтобы люди это начинали делать, это надо сделать доступным, это должно находиться у каждого, скажем, дома, многоквартирного. На данный момент, если ты хочешь перерабатывать, это все-таки человек должен дополнительное время в это вложить, подумать об этом, и это не настолько комфортно, все-таки тут комфорт это тоже фактор как бы в ежедневной жизни. Я могу сказать, что я прожила три года в Англии, и мы всегда сортировали весь мусор, просто потому, что у нас были у нашего дома контейнеры разные, и мы были обязаны это делать, это было легко, и там это совершенно нормально, и все как бы сортируют мусор как бы много-много лет уже. Просто для Латвии это как-то еще, к сожалению, не дошло. Хорошо, вот то, что касается этих трех букв сакральных, ойк или коз, компонент обязательной закупки, этот скандал развивается уже какое-то время, скандал зеленой энергии, ты можешь простыми словами, просто для многих не очень понятно, это очень загадочная такая вещь, вот этот компонент обязательной закупки, если простыми словами, что происходит, почему скандал вообще происходит? Изначально, потому что этот компонент обязательной закупки был, особенно в 2011-2012 году, эти лицензии дали, насколько я помню, в четыре раза больше, на четыре раза больше количество энергии, чем вообще этой стране необходимо, то есть начали делать очень много станций, и самая большая... То есть началось все с того, что у нас решили, что необходимо вводить более экологичную зеленую энергию и помогать тем предприятиям, которые эту энергию вырабатывают. До того у нас была поддержка на гидроэнергию, после того это была когенерация, когенерация – это когда одновременно и тепло, и электроэнергия создается, что тоже считается более зелено, чем вообще просто, скажем, использовать газ. И поэтому есть эта поддержка, например, ТЭЦам Латвэнерго, после того уже стала более популярна биогаз, биомасса, и теперь уже это перешло на ветер, солнце у нас еще как бы... Нет, 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 ни одной большой солнечной станции, хотя... И что пошло не так? Пошло не так то, что в один момент эти разрешения на делание станции начали давать слишком много, и это как бы вышло из контроля, вот примерно вот в 10-11 год, тогда, в 12-м году вообще остановили, больше не идет разрешение. Как раз, когда большинство населения переживало кризис? В принципе, да. И на данный момент, но самая большая проблема со всем этим, это то, что вообще не было никакого контроля. В принципе, первые контроли станции, вообще вот так, что кто-то, вот человек, например, из министерства, приехал и посмотрел на станцию, это началось в 2017, в конце 2017 года или даже начало 2018. То есть, если я не ошибаюсь, в 2008 году все это началось? В 2005. Ну, в 2005 был разработан закон, по-моему, в 2008 уже ввели, ну, в 2006 годы. То есть, 10 лет просто все работало. Просто бесконтрольно. И получается, что... А как это получилось? Потому что на такую вещь, как контроль, никто не выделял деньги. То есть, выделяли деньги на разрешение, но, я говорю, разрешение больше с 2019 года ни одно разрешение никому не дали. Просто у многих станций эти договоры на 20 лет максимум, но у некоторых получается даже больше. Из-за того, что не было этого контроля, появилось очень много станций, которые действительно работали нечестно, которые, например, брали, покупали электроэнергию просто от Латвэнерго, обратно отдавали свою энергию за дополнительную цену, чтобы больше заработать. Это все стало такой, как бизнес-схемой. Теперь, с 2018 года, начиная, особенно сейчас, с 2019, министр Немир вышел с много разными переменами именно в контролях. И теперь, если не ошибаюсь, сейчас кабинет, создание кабинета министров, и сегодня кабинет министров, я надеюсь, что даст зеленый свет тому, что БВКБ, бувный тип передастся контролирующая функция этих станций КОС, потому что у министерства просто не хватает на этого ресурса, у нас работает на пальцах одной реки можно считать, сколько людей это могут делать, и они, как организация независимая, будут делать эти контроли. И за этот год уже мы сэкономили только за 19 и примерно 24 миллиона евро только на том, что станции, которые были нечестные, их выдвигают вообще из этого сектора. Но кто вот эти 10 лет вот эта беспорядочная ситуация и, как ты говоришь, не было, не выделяли деньги на контроль, на ком все-таки ответственность лежит за то, что 10 лет происходило? Ну, я не суд, я все-таки только советник, советник министра, я действительно не могу говорить, на ком лежит ответственность, это просто не в моей компетенции, теперь работает парламентарная комиссия, которая именно это расследует, так что я очень желаю им удачи, найти на ком все-таки это ответственность, и они над этим сейчас работают. Наша работа, как Министерство экономики, это находить решение проблемам, которые теперь есть, сделать систему более прозрачную, честную, более дешевую для всех жителей Латвии, и это сейчас и происходит. А я правильно понимаю, что Сэйм до этого в 1 мая, по-моему, проголосовал за то, чтобы вообще отменить эту систему, но как будто бы... 31 марта, да, да, да. Ну да, да. А Министерство как-то так проигнорировало все-таки это решение и решило не отменять? Нет, Министерство не проигнорировало решение, мы сделали все документы, все документы были приготовлены для того, чтобы отменить, но просто было юридическое, юридический аудит, анализ и все проблемы, которые сказал, что без системы компенсации это просто невозможно сделать, потому что все-таки каждый из этих людей, которые получали лицензии, под этим стоят договоры и любой договор с кем угодно, если ты его просто так ломаешь, это все-таки кончается судом. И это было коллегиальное решение Кабинета министров все-таки не отменять его вот так вот за один день 31 марта, потому что это бы просто стоило слишком много стране и это объективная правда и это не было возможно сделать, так что надо было искать другие решения, которые были более рациональные и более умные и теперь мы над этим работаем. Окей, да, был звонок, перезвоните, пожалуйста, давайте примем звонок еще один, слушаем вас, пожалуйста. Да, перезвоните нам, пожалуйста, еще раз 672-12-93-9, 672-13-93-9 или напишите в WhatsApp 230-6191. А пока мы будем ждать звонок, когда ты стала советницей Ральфа Немиру, ты столкнулась с повышенным вниманием к своей личности, в том числе с волной какой-то и желчи, и скептицизма и даже видео записало такое, в котором сказал не судите, посыл был не судите книгу по обложке. Почему, с твоей точки зрения, так произошло? Ведь, если говорить о каких-то рейтингах, то Латвия часто лидирует в рейтингах по количеству женщин в политике и в предпринимательстве и в принципе у нас с этим должно быть все хорошо. В политике у нас один из самых худших рейтингов, потому что еще в прошлом сейме из 100 депутатов у нас было, по-моему, только 16 или 18 женщин. Сейчас, как бы, сейчас с этим сеймом что-то чуть поменялось. Ну, просто у нас была первая президент в, по-моему, в нашем регионе, первый премьер-министр. Оценивать всю ситуацию, то, сколько женщин в политике, потому что у нас был президент, одна женщина, это как бы неправильная статистика, потому что, честно говоря, у нас в политике довольно, как бы по международным рейтингам довольно плохая ситуация. Да, я прошла через такой, как интересный информационный бум, потому что почему-то людям казалось, что, ну, не может же такого быть, что вот, вот, да, вот девушка, да, блондинка, еще выглядит не совсем страшно, что она может как-то честным способом действительно попасть на такую работу. И комментарий, большая часть была, что я туда прошла через кровать. И мне как бы не стыдно это говорить, это то, что люди говорили, хотя у меня нету проблем с самооценкой, и я знаю, какое у меня образование, я знаю, какие у меня квалификации, и я сто процентов знаю, что я на этой работе, потому что я ее заработала, и мне министр доверяет, я тут работаю уже восемь месяцев, и у нас, скажем, во всем коллективе прекрасно все идет, и я как бы все делаю с самой большой компетенцией, с какой могу. Но изначально, да, это создало скандал, и люди просто не верили в то, что женщина молодая может стать советником министра, хотя именно этого же возраста много мужчин такими были, и у нас были депутаты Сейма, которые стали депутатами, например, один из национальных, который стал депутатом в 21, но ему никто не задавал вопросы. Да, я не с Домброго, по-моему, в 20. Да, никто не задавал вопросы, но почему-то, когда в Латвии дело касается девушек, это сразу вот проблема. То есть у нас это вот специфика такая? Ну, то, что я почувствовала на своей коже, просто агрессия, которая несколько недель шла, и я каждый день получала какие-то непонятные совершенно от людей, которых я не знаю, комментарии, и какие-то смс-ки и всякое разное о том, как ты вообще можешь так, и ты там это, ты там все, и медиа тоже. У нас в Латвии медиа, поскольку хотят погромче, поскандальнее, всегда эти вирсраксты, заголовки ставить, всегда все, кто про это писали, никогда ни один из них не рассказал как бы какую-то другую часть правды, что все писали, что я там то, я там это, но никто не писал про мое образование, например. То есть это была очень односторонняя информация. Я понимаю, почему люди думали, что я не нахожусь в своем месте, но если бы там была написана как бы вся картинка, тогда я думаю, что было бы немного другое мнение. Еще особенно русские медиа, честно говоря, заголовка «Сексапильная советница министра», но извините меня, в 21 веке, это недопустимо совершенно, потому что женщин в политике настолько часто оценивают по тому, как они выглядят и как они одеты. И Рамоне Петровичу тоже досталось. Ей тоже досталось, да, но они по работе, по образованию, по знаниям, и честно, меня это очень волнует, и я надеюсь, что это в ближайшие годы все-таки изменится. Ну да, отмечали, конечно, пол, но и возраст тоже, и вообще, в принципе, конечно, такое целое расследование, в каких предприятиях ты являешься выгодоприобретателем, я тоже видел, напиток публиковали. Вообще, как тебе кажется, молодые люди в Сейме, в парламенте, ну вот в высших органах, они должны присутствовать, то есть свежий взгляд, какой-то позитивный максимализм против все-таки неопытности. Как ты это видишь? Я думаю, что да, и мнение да, потому что, возможно, тут нет опыта, но тут есть этот свежий взгляд, и все-таки, если в Сейме один молодой человек с каким-то, может быть, чуть-чуть безбашенным, как вы сказали, максимализмом, но все-таки с желанием что-то менять и делать, и против него стоит 99 других, которые с опытом, то я думаю, что эта пропорция могла бы быть и два молодых, и три молодых, и четыре, и пять, и шесть, и десять, как бы, потому что опытные всегда будут, и там должен быть просто симбиоз между вот этим вот азартом, работать, и желанием, и опытом, как бы, потому что тоже я на данный момент уже за эти восемь месяцев, сколько я работаю в министерстве, количество опыта и знаний, которые я получила, просто невероятное, но я бы никогда не получила эти знания, этот опыт, если бы мне кто-то не дал возможность тут быть и тут работать, и как молодежь может получить опыт, только работая, как бы, учаясь, получая образование, так что это, мне кажется, такой аргумент, который довольно абсурдный, особенно если это человек, который очень быстро может научиться, это может в очень хорошем, в конце концов, очень хорошо сработаться вот этот опыт с этой энергией молодой. Но в этом смысле, я понимаю, что загадывать на будущее сложно, но у тебя, да, к твоему возрасту это очень уже такой большой опыт, действительно большой трамплин, ты владеешь, если не ошибаюсь, сколько, пятью языками, ты в этом смысле, ну это так провокационный немножко вопрос, ну пускай, то есть ты в этом смысле патриот, ты намерена работать здесь, ну, то, что ты баллотировал с Европарламентом, тоже говорит о том, что ты готова все-таки уехать, но все же, как у тебя в этом плане приоритеты расставлены? Я сюда приехала после университета, потому что я все-таки как-то верю в то, что именно такие люди, у которых есть возможность получить какие-то дополнительные знания и дополнительный какой-то взгляд на мир, они, это как, для меня это была цель, что я должна все-таки приехать и что-то отдать обратно Латвии. И я не сразу зашла в политику, но я очень рада, что меня занесло туда, потому что я действительно уже очень многому научилась, и я действительно вижу, что я могу в будущем делать много хорошего. Но я, конечно, в будущем готова работать и на международной арене, но мне для этого еще надо все-таки более поучиться и получить опыт. Спасибо большое. Беата Юнита, советница министра экономики Латвии и активиста окружающей среды была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.